И если говорить о самых важных игровых сериях семейства PlayStation, то на ум любому фанату приключений придет в голову, конечно же, знаменитая серия Uncharted. Которая понравилась как и любителям серии фильмов про Индиана Джонс, так и большегрудным любителям Лары Крофта. 2007 год. Помню, как мне в руки попала коробка с самой первой частью, и поиграв в которую я не увидел ничего интересного. За исключением того, как главный герой трогал стенки подводной лодки. Тогда еще это был самый первый для меня вау-эффект серии, о котором я еще ничего не подозревал. И никогда не видел, чтобы главный герой так взаимодействовал с окружением и со стенками. Так вот, вернемся. Седьмой год. Бегал какой-то молодой паренек, постоянно кого-то убивал и пытался шутить. И пройдя ее, у меня не было никакого желания вспоминать об этой игре. Пока я от скуки через два года случайно не купил вторую часть. Вторая часть по сравнению с первой была просто термоядерной бомбой. Таких вау-эффектов и поставленных сцен я не видел нигде. До выхода второй части я к разработчикам из Naughty Dog относился нейтрально. Да, у них был краш-бандик. Но на первой сонике я предпочитал Spyro. На второй сонике они делали такую серию, как Jacky Dexter. Но я уже играл такие крутые серии, как Metal Gear Solid. И удивить меня им просто не получилось. Но выпустить вторую часть серии Uncharted, я понял, что эти ребята из Naughty Dog взяли за меня серьезно. И достаточно было пройти игру до конца, чтобы я оргазмирую, я уже кричал, что я мать его фанат серии. Ну а третью часть я уже безумно ждал не только ради сюжета, но и ради крутого мультиплеера. Что стоит сказать? Трилогию Uncharted также люблю и за то, что героя заносят самые труднодоступные для простого обитателя планеты места. Первая насила нас по безумным джунглям. Вторая морозы, снега. А третья жаркая-жаркая пустыня. Осталось разве что побывать в космосе или погрузиться в океан. Сюжет трилогии Uncharted безусловно интересен. Каждый раз задницу нашего героя заносит гущу событий настолько глубоко, что удивляешься, каким образом он с таким успехом выходит сухим из гады воды. И прекрасен же сценарий по-своему тем, что он не связан с другими частями настолько крепко, что ты с предыдущей ничего не поймешь. Не, на самом деле игрок ничего не потеряет, если он начнет, допустим, проходить с третьей, продолжит первый и закончит второй. В каждой части своя полноценная история, рассказанная от начала и до конца. И лишь минимальные сходства напоминают, что все приключения связаны с одними и теми же героями, которым, по странным обстоятельствам, неимоверно везет. Нейт, путешествуя по миру, ищет сокровища. Но, честно говоря, с его везением и удачей, я бы забил на все то золото, которое он ищет, и просто разок сыграл в лото. Ему так сильно везет в его приключениях, что удачливее парня еще стоит поискать. А он все, чем занимается, это садит бедное сердечко своему другу Салли, и Елене из части в часть пудрит мозги. Нейт, парень, не прост, ведь он потомок самого знаменитого пирата Фрэнсиса Дрейка. Но и тут есть подводные камни. В первой части нашему герою попадается в руки блокнот с информацией о сокровищах, которые искал Салм Фрэнсис. И наш молодой паренек срывается во все тяжкие. Только ленивый не вставлял эту музыку в свои видео. Чем хуже? Таинственная Эльдорадо и сокровища скружили голову нашему искателю приключений, а игроку самому настырному не очень сложная платина. Но наш герой не единственный, кому нужна платина, а сокровища. И у него есть также старый друг Виктор Салливан. Или просто Салли, который попадает в неловкие передряги. И Дрейк мучает врагов даже за него. За Салли. Который на Салли. Простите, так написано. Подруга Дрейка, Елена, красивая светловолосая девушка. Журналист. Пытается снять репортаж о их похождениях. И постарается, не отставая, быть где-нибудь рядом. Первая часть, говоря о ней как о полноценной игре, не так вдохновляет игроков, как другие части. В ней детяще нарушен баланс. И порой, чтобы убить врага, потребуется выстрелить около двух обоих пистолетов. А каждая стычка с врагом, настоящий челлендж и мясная арена. Если в других частях сложные моменты встречаются время от времени, то в первой они просто нескончаемые. Вторая часть расскажет о таинственной экспедиции Марка Полу в поисках мифической Шамбалы. И познакомит с новыми безумными героями. И тут приключения становятся реально крутыми. Вторая часть реально стала на две головы выше предыдущей истории. Как оказалось, в Шамбале находится камень Чинтамани, который способен воплотить в реальности любые желания. А также залечить раны, шрамы и даже шизофрению. И на него ведется охота сразу двух сторон. Предательство старых друзей, новые любовные отношения, беготня и не очень сложная платина заставили полюбить эту игровую серию так сильно, что на следующую игру от разрабов я был готов закрыть глаза. Разработчики доказали, что их игры стоит любить так сильно, что можно прийти в магазин с закрытыми глазами, купить их новую неизвестную игру и нисколько об этом не пожалеть. Сегодня они для меня одни из тех, кого действительно стоит уважать и ценить, если говорить о разработчиках игровой индустрии. Третья часть рассказывает историю нашего героя, отвечая на вопрос, правда ли он имеет родственные связи с своим предком и даже получим в руки под управление на то время, еще молодого, но уже смышленого героя. И увидим, каким образом он познакомился с своим самым лучшим другом Салли. К сожалению, или даже к удивлению, третья часть не была так тепло принята фанатами, как вторая часть. И причиной тому, как они говорили, было само копирование разработчиков. К примеру, вторая часть – Дрейк и Лена – машина. Третья часть – Дрейк и Лена – машина. Вторая часть – Дрейк – конвой. Третья часть – Дрейк – конвой. И таких похожих моментов хватает. Хотя, на мой взгляд, с третьей частью все было более чем хорошо. Я считаю, если третья часть и удивляла вау моментами, то они были настолько великолепны, что по-другому их не назовешь. Тут уже не обрывки чего-то неожиданного. Здесь конкретные глобальные происшествия. Кстати, именно третья часть меня поразила анимацией персонажей. Пластика настолько красива и разнообразна, что спустя уже много лет после ее выхода, я до сих пор в играх не вижу похожего уровня. Многие пытаются достичь чего-то подобного в своих играх, но в большинстве случаев это выглядит криво. Даже в вышедшей игре, как одни из нас от той же студии чуть позже, как на мой взгляд, не добились такого же уровня анимации, как в третьей части Uncharted. Видно, что они угробили кучу времени и ресурсов на один этот элемент. Но тут же на фоне красиво анимированного Дрейка всплывает незначительный, но все же минус. К сожалению, так анимирован только сам Нейт, а его напаринки, которые бегают рядом, скорее напоминают не живых, а пустых болванчиков. Если сказать пару слов о геймплее, то он позволяет игроку развернуться по полной. Во многих стычках с врагами можно попробовать пройти как и по стелсов, так и по мясу. Тут и драки, перестрелки, беготня. Постоянно что-то рушится, Дрейк в последний момент прыгает, цепляется. Бывает удачно, бывает нет, все равно падает, встает, продолжает идти. Это просто взрыв мозга. Это настолько завораживающие приключения, что пройдя хотя бы раз одну из частей, захочется время от времени вернуться и пройти еще раз. Отдельно, конечно же, хочется упомянуть мультиплеер. Я ни в одной консольной онлайн игре не зависал так долго, как в третьем анчике, и мы с друзьями сидели там целых три года. И уверен, сидели бы еще, если бы не вышли приставки нового поколения, и мы просто пересели на новую консоль. Сейчас вышло переиздание трилогии на четвертую Соньку. Жаль без онлайна, но можно снова окунуться в эти приключения с головой и пройти игру на новом брутальном уровне сложности. Но на этом, пожалуй, все. Большое спасибо за внимание и просмотр. Всем пока и до скорых встреч. Играйте только в лучшие игры.